всем привет сегодня разбирают трехкомнатную квартиру в доме премиум-класса производства компании принцип как вы уже догадались это клубный дом на ленина 8 город екатеринбург поехали прежде чем приступить непосредственно к разбору планировки этой квартиры я предлагаю порассуждать на вот какую тему что такое классы жилья эконом комфорт бизнес или премиум для вас понятно это разделение или нет если понятно напишите пожалуйста в комментариях что для вас эконома что для вас бизнес или премиум а я пока порассуждаю на примере самолетов представьте себе что вы садитесь в самолет на котором вам нужно куда-либо прилететь вот например я летаю эконом класса ну пока не дорос еще до бизнеса поэтому когда я иду в эконом-класс я неизбежно прохожу через часть салона которая называется бизнес и когда я через него прохожу мне сразу становится все понятно в экономе 3 кресла в ряд мало места перед ногами а в бизнес-классе два кресла то есть сидишь уже более комфортно и вольготно ноги есть куда вытянут еду повкуснее приносят а что же тогда премиум мне кажется что премиум это когда ты садишься в частный самолет и хоть на кровати лежи вот эту разницу я понимаю а что в планировке называть экономом а что премиум я порой смотрю планировки в эконом-классе и она ничем не отличается от планировки в бизнесе давайте смотреть эту которая на ленина 8 трешка и будем рассуждать на тему какого класса эта квартира и можно ли ее отнести к премиум вот она эта замечательная квартира трешечка общей площадью 110 квадратных метров по крайней мере так застройщик написал я не поленился сложил все цифры и у меня получилось так что в цифру 110 квадратных метров вошел еще вот этот балкон площадь вот этого балкона при этом сам по себе балкон холодный и он не является частью квартиры это холодный балкон диван вы на него не поставите кухню не вынесите и кабинет там не устроить и поэтому мне кажется что не совсем справедливо эту площадь включать в общую которую заявляет застройщик 110 квадратных метров на самом деле площадь этой квартиры за исключением балконов составляет 106 квадратных метров а с балконами с двумя 114 квадратных метров обращайте внимание когда вы выбираете квартиру и смотрите на общие квадратные метры не поленитесь посчитайте сами в квартиру мы попадаем через прихожую какое должна быть прихожая в квартире премиум класса сдается мне как минимум такой чтобы вчетвером не пихаться локтями когда мы снимаем одежду то есть просторной позволяет ли эта квартира добиться такого результата мне кажется нет не позволяет очень маленький квадратик площади буквально полтора квадратных метра ну может быть 2 на которых предлагается раздеваться всей семье мне кажется что это не совсем комфортно если сравнивать самолетом и бизнес-классом то там такого не происходит а здесь по какой-то нелепой случайности произошло дальше шкаф шкаф на мой взгляд маловато дальше коридор из которого мы попадаем в одну спальню 18 метров зачет 17 метров зачет 25 метров двойной зачет ванна 7 и 6 квадратных метров 2 санузел 35 квадратных метров и остается кухня-гостиная а вот кухня-гостиная всего-навсего 23 квадратных метра сдается мне что это маловато конечно тот кто проектировал этот дом тот кто продает эти квартиры вы можете сказать что ну ребята так объедините вот эти две площади и у вас получится целых 40 квадратных метров здорово вот тебе пожалуйста гостиная вот тебе кухня вот тебе столовая да это можно сделать но при этом останется две спальни а трешки покупают люди у которых как правило семья двое детей и им хочется чтобы у каждого была своя отдельная комната ну или может быть отдельный кабинет и тем не менее объединить можно но если мы объединим эти пространства то они получатся неправильной формы и с точки зрения дизайна это не очень красиво получится потому что все-таки лучше чтобы помещение было правильной формы это на мой взгляд хотя и здесь оформить можно ну вот с такими исходными данными мы столкнулись а сейчас мои варианты что можно с этим сделать как я бы с этим работал и так вариант номер один первое что я сделал уменьшил детские комнаты тогда за счет детей как обычно получаем полезную площадь которая нам так жизненно необходимо вот эту перегородку я сместил внутрь детских сделал их чуть чуть поменьше но будут они не 18 метров всего лишь 15 но ничего страшного я думаю тоже неплохо зато это позволяет нам поставить один шкаф для спортивного инвентаря и костюмов а второй шкаф для верхней одежды зачем я это сделал для того чтобы прихожую сделать большего размера чем она была и поставить банкетку какую-то на которую удобно присесть сумочку поставить да и вообще чувствовать себя комфортно когда мы попали в это пространство считаю это правильным дальше коридор санузел я сделал напротив входа раковину она угловая сместил немножечко по другому унитаз и в оставшееся место разместил душевую кабину из коридора мы попадаем в ванную в которой раковина унитаз в ванная а еще есть одна дверь которая ведет в постирочную это достаточно просторное помещение в котором располагается стиральная машина сушильная уборочный винтарь а также есть многочисленные полки корзинки где можно много-много-много всего хранить кстати говоря все это я сделал за счет спальни но чтобы вы не думали что я только детские ущемил спальня в самой спальне стоит большая естественно кровать напротив которой можно поставить комод с телевизором с картиной зеркалом это как вам захочется и есть отдельная дверь в большой просторный гардероб и спальне мы попадаем на балкон который необходимо утеплить для того чтобы организовать там рабочее место кстати это тоже было требование заказчиков организовать где-то отдельное рабочее место но где ж как не на балконе с видом на природу ну и на сладкая общая комната кухня гостиная в которой должен быть кухонный гарнитур стол и диван глядя на планировку от застройщика диву даешься как он все разместил ну и действительно влезло же вот он кухонный гарнитур вот он стол вот и диван тебе угловой пожалуйста как все любят большой угловой диван только у меня сразу возникает ряд вопросов во первых все это упихнули в 23 квадратных метра даже по этому плану видно что маловато угловой диван когда мы ставим в угол то возможности повесить штору уже нет просто мы заняли это место если мы диван подвинем к столу то мы лишимся одного места скорее всего ну или сделаем очень неудобным подход к столу и вокруг стола стол сам по себе здесь очень маленький я не поленился померил его ширина составляет метр двадцать возьмите рулеточку отмерите на своем обеденном столе попробуйте сесть вдвоем в эти метр двадцать и вы поймете что это как но в лучшем случае в вагон-ресторане не друзья мои это как это какой-то стол для пикника но никак не для постоянного принятия пищи почему так получилось да потому что здесь есть балкон который холодные и его нельзя присоединять по закону к территории квартиры поэтому получилась такая планировка но я не поленился и придумал вот какую штуку я предложил поставить вместо стульев лавочку лавочку с одной стороны стола а у этой лавочки есть спинка которая двигается вот так вот когда сидим за столом она в таком положении а когда мы хотим присесть гостям к дивану перекидываем спинку и садимся с другой стороны вот какая штука конечно это не диван и не кресло но весьма удобно в стесненных то условиях кстати пишите в комментариях соответствует это премиум классу или нет а если нет то как должно было бы быть вариант номер два в этом варианте я пошел на то чтобы нарушить закон для того чтобы сделать планировку лучше как мне кажется я не мог этого не сделать но чтобы показать всем что можно можно выжать из этих квадратных метров максимум пользы и максимум удобства из планировки смотрите как получается здорово начну с общего пространства во первых я убрал стену с балконом между гостиной и балконом ее просто убрал и таким образом увеличил кухню гостиную до почти 30 квадратных метров и как вы видите уже получилось гораздо лучше есть кухня с полуостровом есть отдельно стоящий стол и есть диванная группа с креслами которые можно развернуть к окошку и любоваться прекрасными видами которые я надеюсь откроются перед жителями этого замечательного дома также чтобы увеличить места хранения я перенес вход в спальню из коридора в гостиную а чтобы эта дверь была незаметной можно поставить дверь invisible фабрики софья вот такая вам реклама бесплатная кстати говоря и так заходим спальню у нас двухспальная кровать как вы уже поняли и отдельно стоящий огромный шкаф почти на 4 метра точно такой же шкаф со стороны прихожая и разместить его там удалось только благодаря тому что я перенес входную дверь друзья как вы думаете чего здесь не хватает правильно нету отдельной гардеробной и нету отдельной ванной комнаты которые сформировали бы так называемую мастер спальню здесь ее сделать не удалось отвечает ли это уровню премиум пишите в комментариях идем дальше и попадаем в отдельный коридорчик за отдельной дверью я это сделал специально чтобы детей разделить так сказать со взрослыми то есть чтобы у них была своя обособленная ну почти территория и вот они могут спокойненько ходить в ванную к друг другу в гости за закрытой дверью никого не беспокоить удобно очень удобно такое разделение и установка этой двери позволяет говорить о том что справа на планировке эта территория родителей и они пользуются ей как полноправные хозяева этой территории а слева эта территория детей они так сказать хозяева этого королевства две детские комнаты примерно одинакового размера у одной есть балкон у второй детской нет балкона но ничего страшного я думаю тем более что на балконе мы располагаем как вы помните кабинет в одной детской есть вход в гардеробную и в этой гардеробной будут храниться запасы спортивного инвентаря и одежды дальше постирочная вход в которую через ванну тоже не очень удобно но тем не менее она есть и это уже плюс остается в ванной остается санузел для родителей который тоже не очень большой потому что душевая которая здесь остается она очень очень небольшого размера ну буквально вот как-то вот помыться вот вот так вот если человек в теле то ему будет очень тесновато а вот сейчас друзья задумайтесь насколько эта квартира отвечает уровню премиум нет мне кажется отвечает если ее покупать для двоих ну или максимум для троих чтобы одна комната оставалась свободной во-первых напишите какой из этих двух вариантов вам больше понравился а во-вторых напишите какие у вас критерии к планировкам квартир находящихся в разных категориях в экономе бизнесе ну и так далее пишите не стесняйтесь это будет очень интересно а мое мнение вы можете узнать из этой таблицы которую вы скачаете 10 критериев комфортной планировки ну а на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза всем пока